Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля. Добрый вечер. Сегодня в Гомеле прошла биржа деловых контактов. Ее удельниками стали навуковцы, представники предприемств и банков. С лепшими распроцовками опошних годов ознайомился Олег Синтеров. Самая первая в свете биржа деловых контактов былася еще в 1406 году на территории сучастной Бельгии. Ее гербом были три скорые мягкие с грошами. Символ заразумелый и актуальный до этого часа. Контакты помеж распроцовщиками и вытворцами повинны приносить доход ободбомбакам. История Гомельской биржи деловых контактов больше степлая. Упершиню она пришла в минулом году. Головная мета – так званая коммерциализация вынников науковой деятельности. На практиках это значит, что распроцовки повинны укорняться в творчестве. По коль тут есть проблемы. Тема такая, которая до сих пор остается сложной. И сегодня мы ищем различные пути преодоления. Поскольку внедрение – это насильственное проникновение чего-то одного в другую среду. А должно быть наоборот. Должна среда впитывать то, что вокруг нее и получать от этого какой-то экономический или иной социальный результат. На оселедней Гомельской бирже пропонуются некакие десятки распроцовок. Антибактериальное покрытие для медицинских выработок. Новые сорбенты для очистки водных акваторий. Отремание пятной воды с забрудженных крениц. Перепроцовка органичных отходов во удобрении. У Института механики металлополимерных систем перекананы у перспективности фильтров, выровленных на основе новых материалов. Тем больше, что некоторые узоры прошли уже практичное выпробование. Белорусский газоперерабатывающий завод, которому нужны фильтры на замену американских фильтров, ПАЛ. Мы сделали фильтры, которые работают, по крайней мере, не хуже, а может лучше. И при этом экономим половину средств, скажем. Но для нас это очень выгодно. Эти фильтры очень дорогие и нам производство их весьма рентабельно. Другие же фильтры такого же типа мы поставляем других размеров, скажем, и другой размерности в Газпром, в ту же Тюмень, Ямал. Разум с иншими материалами, кожный у денег Гомельской биржи деловых контактов отрывал проект протокол об намерах. У выникуя их у подписания, баки возьмут на себе об обязательстве притягнуть перамовы и принять решение об метазгодности заключения полновартосного контракта, что в свою очередь будет сприять инновационному развитию региона и повышению конкурентосдольности белорусской продукции. Эффективность есть, популярность у них растет, особенно именно проведение в регионах. То есть у нас в Минске проходит несколько в другом формате, там проходят ярмарки. Здесь же это называется биржа, это более широкий формат и свои плоды это дает. То есть как бы находятся партнеры по интересам. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут вернуться с пытаниями до наместника старшини Аблвыконкама Баляслава Казимировича-Перштука. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. С 9-тих 1 ранится и до 12-ти. Огэтэшна, пытания гомельчан откажет наместник старшини Гарвыконкама Витальй Геннадьевич Атаманчук. Номер телефона 75 19 54. Господарки Гомельской области ведут массовую уборку кукурузы на зерне. По оперативных дадзинах зараз в регионе обмолочено площадь 8,5 тысяч гектаров, что складает 14% до плана. Селетние умовы на дворе спряли больше раннему поспеванию зерня кукурузы, тому темпы работ некольки высшей за летошнее. Лидерами по уборцу культуры заявляются господарки Будокошалевского, Житковицкого и Мазырского районов. Огольный намолот складает 45 тысяч тонн при средней урожайности 54 сантиметра с гектара. Это на 4 сантиметра с гектара высшей за минулогодний покажек. Базовая величиня с первого студента повелишится с 21 до 23 рублев. Проект бюджета на наступный год сформированный уже с уликом росту этой ставки. Усе потребности у черговой экономичной доведцы. Так само в выпуске у Беларуси заявилось Министерство антимонопольного регулирования гандлю. Вы доведаетесь, как деятельность этого органа повплывая на обычных споживцов. Еще в программе, який податок треба платить при сдаче жилья в наем и идти залежить его помир от местознаходжения кватеры. А кроме того, глядачоу чекает анализ цен на Садовину и Огороднену на гомельских рынках. Глядите программу завтра, одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь4Гомель». До инших тем, у Международный день мира у Гомельской области на свет появились 74 детятти, у Гомеля 49. Но успешные гомельчаны и их мать сегодня повиншовали активисты областного отделения Беларусского фонда «Миру». Подрабязности в наступном сюжете. Статус «Дитя мира» в регионе отримывают все малые, которые народились 21 веке. Этой доброй традиции уже 9 годов. Все лета кулькость новонародженных самая великая за весь этот час. Неожиданно у нас все было, у меня было кесарево сечение. Не знали, что это день мира, нам уже рассказали потом. Мы очень рады, у нас родился прекрасный мальчик Кирюша, 4,10, 58 сантиметров. Большая радость нашу семье, это второй ребенок, уже у меня, я первая рожала тоже здесь. Все прекрасно у нас. Все лето больше, як полова «Дятей мира» народилась у областным центры. Акты у фонда «Миру» наведал три родильной отделения Гомеля. Веншава не охочили и у райцентрах. У додаток до посвечения про своение статусу счастливым мамам уручили к ветке и подарунке. Когда малыши эти подрастут, и он посмотрит это свидетельство, что я же дитя мира, я не должен нарушать то, что от меня требуется. Он будет стараться тоже максимально быть более воспитанным, более таким, ну, как говорят, патриотом своей родины и так далее. До речи совесть с этими детьми фонд «Миру» не губляет. Уже с 5-ти годового взросла яны становятся гостями специальных мероприемств. За 9 годов проведения акции статус «Дятя мира» отримали 536 маленьких же хоров в области. Трое из них зараз учатся у 27-й школе Гомеля, так званой школе «Миру». Займаются громадской працей и успехово увасабляют свои идеи в житё. Ганна Ковалёва, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». В неделю 25-го вирусня телеканал «Беларусь 4 Гомеля» означает первый день народжения. Ровно год тому он начал работу и закрытый часто выразно сформированным телевизийным брендом. Усед совещание новин и ток-шоу, спортивные и забавляльные проекты. Базовая передача нового телеканала – программа «Добрый вечер, Гомель». С нагоды первой годовины у эфиры аутеры и ведущие проекта подрыхтовали специальный святочный выпуск. «Беларусь 4 Гомель» – год у эфиры. А святковать эту подею вырошили у лепших традициях телебачення. Перед камерами, у студии популярной передачи «Добрый вечер, Гомель». Каким был этот год для нас, для всех? Чем он запомнился журналистом, режиссёром, корреспондентом и, конечно же, вам? Увесь год телеканал расповедал про тое, что цикавит Жахару Реона. Без уваги корреспондентов не засталася ни однозначная подея. Своей творчостью с глядачами делились вядомые артысты, музыканты, мастаки. Выразный малюнок и якосный контент телеканала на протягу года дарили яркие уражения и дозволили завоевать признание аудитории. Год у эфиры – достатковый термин, кав озернуться назад и проанализовать пройденный шлях, яким отрымался четвертый белорусский канал. Те оправдал чаканье первый год вяшчаня. Каб вспомнить важные подеи первого сезона, в вечерней студии сберутся журналисты, ведучие, керовники головного регионального телеканала. Все организовали мы в сжатые сроки. Под цифрой 4 была объединена единая региональная платформа для всех областных телерадиокомпаний. Ведущие и гости программы не только узгадают историю створения канала, але и покажут лепшие моменты любимых передач. Глядачы смогут окунуться в атмосферу сучасного телебачения и доведаться, как створают мясцовые новины. Ведомые журналисты поделятся своими профессийными сокрытами. К нашей работе очень хорошо подходят фразы Льюиса Кэрролла, «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать». А чтобы куда-нибудь попасть, нужно бежать как минимум в два раза быстрее. Люстуды и программы «Добрый вечер» разберутся у все ведущие проекта. В широй размове глядачам прооткрыют навык особистые таямницы. Нечаканные признания, яркие гости, веншавания, подарунки и неполторные эмоции у лепших традициях сучасного телеканала «Беларусь-Шатыр» и «Гомель». Сергей Краснобород в нашей студии. Негости просим! У гэтую неделю святочный выпуск «Добрый вечер, Гомель» почнется ранее «Звычайного» о 19-й године. Не пропустите, гэта будет икава. Наталья Волынец, Сергей Лукашук, Дмитрий Радянко. Телерадио «Компания Гомель». Сегодня Гомельский областный драматичный театр открыл новый 78-й сезон. Глядашов запросили на экзистенциальное представление «Театр починается». Песни, танцы, драматичные миниатюры. Заденечена практически вся труппа. Открытие сезона – особливая подея. Тому почали его незвычайно. По сути, не спектаклем, а концертам. Представление «Театр починается» – это калейдоскоп актерских талентов и одночасово гумористичный рассказ об театральном житте. Мы показываем, с чего начинается театр. Где-то с шутками, где-то с серьезными отрывками. Говорим зрителю о том, что театр начинается с любви. Любое искусство рождается только благодаря любви. Только если ты любишь дело, которое ты делаешь. Сценарий писал я. Какие-то идеи приносили артисты. Все это мы совмещали, придумывали и компоновали. В новом сезоне областный театр «Абяцае Глядачам» – неколький премьер. Первый станет «Безымянная зорка» по пьесе румынского драматурга Михаила Себастьяна. Застанутся у афиши и лепшие постановки минулого года. Запланована так само и гастрольная деятельность. У кострышнику на гумельской сцене свою творчесть проставят сразу два минские театры. И об спорте. У липени у Гумель изъявился первый в регионе «Вейк Парк». Его самую долгую в Украине реверсийную лябедку опробовали спортсмены из всех регионов. Тут прошел «Вейк Баттл» под обязанности у Максима Савина. «Вейк Бординг» – это просто нечто среднее между воднолыжным спортом и серфингом. Его популярность во всем свете растет. И когда у воднолыжного спорта в нашей стране недавние традиции, то «Вейк Бординг» – это новинка. Пионеры этого экстремального вида спорта в Беларуси начали свои тренировки на электричных канатных дорогах, призначенных для воднолыжного спорта. Штуршком к большей широкому развитию стало изъявление приватных «Вейк Парков». В 2012 году была установлена первая частная реверсивная канатная дорога, как мы и здесь видим. И это дал огромный старт развитию вейкбордингу. После этого на данный момент в Беларуси уже установлено 13 частных вейкбордных спотов, как и здесь. Вот. Соответственно, каждое новое место привлекает новых райдеров просто колоссальное количество ежегодно. Ну, то есть там люди подсчитывали, что ежегодно тысячи человек, которые ставят просто, ну, то есть первый раз приходят пробовать. Это вид спорта больше демократичный. Обмежеваний у практичны нема. Как кажут сами райдеры вейкборд – это свобода и адреналин. Это спорт для души, который помогает отвлечься от насущных проблем, от работы. Значит, когда ты встегиваешься в доску, находишься на воде, вот эти волны, движения, падения, удары об воду, если это взлеты, какие-то флетовые трюки, то просто эйфория сравнима с полетом с парашютом. Или, если есть такой, по-моему, еще кайтборд, который тоже самая доска и кайт, грубо говоря. То есть высокий полет стимулирует нервную систему, всплеск адреналина. Гомельский турнир поддерживает этот дух свободы и доступности. Категора изнодится для каждого удельника. Но в гомельском вейкбатле приняли удел 30 райдеров. Это меньше, чем обычно бывает на подобных турнирах. Причина – многие доверя с него уже закрыли сезон. Нехто из удельника устал на дожку у першиню, некольки месяцев, або тыдня у тому. Нехто может поправить, пролежить себе далеку профи. Не мое обмежевание у поузрости. Формат с поборниц того простый, квалификация – потом две финальные спробы. За выступлениями райдера усочить журы и оценивают складанность труков, их разностаенность, а так само выкористание усталеванных на акваторе и пирожкот. То есть обязательно использование всех препятствий, то есть демонстрация для судей, владение, скажем так, любой стойки, использование любой фигуры, то есть заезд на любое препятствие – это, конечно, сразу же дает плюс. В вынику переможцев и к батлу, проявивший все свое майстерство, отримали заслуженные узнагороды, а Гомель стал полновартостной часткой этого экстремального руху. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». В эти выходные не порадуют же хоро-региона добрым надворьем. Синоптики прогнозуют дожжи маль во всех районах. По информации областного гидрометацентра, в ближайшие сутки будет воблачно с прояснениями. У день на большей части территории в области пройдут короткочасовые дожжи. У ночи и ранец и махчимы слабый туман. Слубки термометра у ночи покажут плюс 4-9. У день по ветру прогреется до 12-17 градусов тепла. В неделю 25-го вероятня надворь истотно не изменится. Месяцами чекаются дожжи и туман. Минимальная температура поветра у ночи плюс 3-8. Максимальная у день плюс 10-15. У понеделок будет переважно без опадков. У ночи будет до плюс 7. У день до 15 градусов тепла. Эта и иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.severgomil.by На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.